всем привет с вами Дмитрий Васильевич и сегодня мы вам расскажем как красиво сделать как сделать лучше свою дачу например в данный момент у нас есть готовые ворота ничем не покрашен не обработаны значит мы будем сейчас на них наводить красоту я долго думал что сделать и решил сделать двух единорогов в общем техники могут быть разные морилкой либо просто черной краской я решил делать просто черной краской поскольку у нас есть уже скобы черные сейчас я вам покажу как это будет происходить весь процесс объясню примерно как это делается и для начала я конечно сниму эти ворота значит так ребята дальше нам нужен рисунок рисунок выбираем любой в интернете кому что нравится но вот на эти вещи я решил просто сделать силуэт и силуэт и единорогов а вот такие не получились ну тут достаточно обладание простым скажем умение владения либо коровом либо фотошопом просто для того чтобы увеличить это изображение настолько насколько оно нужно и примерно понять я обычно это делаю вообще вот так вот у меня была задача стояла задача здесь поставить единорогов я понял что у меня поле я взял просто а4 лист приложил его понял что у меня примерно а4 уйдет 4 листа 4 вот так вот продольных на воротину сейчас воротинок вам не с головой уходить до камней ко мне вот и значит я взял формат а2 потому что 44 это а2 получается и распечатал сейчас не проблема в любой как бы типографии распечатать подобные вещи то есть раньше я брал распечатала в корле подставлял 4 листа и склеил скотчем это очень сложно потому что на листах остаются на 4 поля все приходится додумать здесь были бы поля такие белые вот а сейчас мы полностью мастерской то есть это стоило мне там распечатывание двух единорогов на 2 воротины стоило мне 60 рублей 60 рублей можно потратить чтобы не мучиться и склеивать листы сейчас мы смотрим просто как можно их расположить на на воротине для этого все таки но можно кстати и на глаз вообще у нас между находится между двумя петлями поэтому я думаю что можно было бы и замерить сейчас я возьму рулетку и прогулок ну моя задача здесь просто обозначить серединку сейчас наша задача перенести это изображение на доске для этого мы берем обыкновенную копировальную бумагу и и берем кнопочки кнопочки необыкновенные обязательно цветные значит берем бумагу откладываем ее вниз но это все что есть еще один способ если это лазерная печать лазерного принтера то можно поверхность намазать содержащий жидкости спирт как грубо говоря и вот это все должно печатать в зеркальном отображении соответственно вообще очень много раньше развесова гараж сейчас просто его покрасил однотомный цвет я потом покажу фотографии вот если раз хочется сделать большое изображение его можно сделать двумя способами я чуть попозже сяду спокойно расскажу об этом то есть как сделать вообще большое изображение маленькой картинки определенно сейчас возьму ручку и продолжим потому что рандарь здесь не сканает значит переводим и так здесь один момент мы обрисовали нашего коня единорога единорога вот но мы сейчас открываем все не откалываем потому что бывает обидно если что-то не прорисовал и забыл это и потом уже его не вернешь на место никогда здесь вот оснаем сейчас посмотрим что у нас получилось а вот так опыта не прорисовался вот так вот 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 я об этом говорил сейчас мы быстро исправим эту проблему ну в общем в итоге становится понятно что мы достигли своей цели да пути более что это все условно мы же художники нам не требуется точная копия мы можем кое-где его дорисовать вот один единорог готов сейчас будем делать 2 так начинаем красить этих лошадей с рогами вот я взял ну у меня так просто исторических ложилась я взял вообще эмаль этого по ржавчей но все грунт эмаль она для печек для железных печек но она классно вообще впитывается древесину и такая ну мне понравилось очень кто-то может знает кто-то не знает мне она подошла в самый раз я вот налил ее немножко флакончик берем кисти волшебной кисти кисти называется пони но это не реклама просто так называется и начинаем берем вот так вот так кисточку и начинаем пробовать прям вот так коп и поехали что-то вот значит так ребята вот все что я смог сделать я нарисовал вот этой кисточкой толстенькой потом мне нужно будет прорисовывать тоненькой кисточкой вот эти все волосиночки все эти вещи потом если вы например залезли где-то за границы или еще как-то то есть вы не парьтесь это все берется просто острый ножик либо наждачка и почищается вот в итоге должна получиться хорошо вот это высохнет сейчас я прорисую и потом сделаю 2 я покажу потом что получилось вообще в итоге и потом мы это все уже будем делать под яхтный лак и немножко она постояла уже здесь немножко ураняем возможно и потом когда прорисуем сделать и подъятку лакеры что буду подчищать я тоже вам покажу ведь это просто я делаю это просто острым ножом вместо ну как пластик стирать на резинка скажем так и до с тех пор как я начал это все делать мне все не понравилось по трех ребятам мне не понравилась вот эта красочка это вообще какой-то фон ходячий ну возможно для того чтобы она написана она и нормально а вот для дерева это ерунда она очень 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 густая она тянется прям вязнет но на прожавчине дело в том что до этого у меня была краска абсолютно другая в бутылках на санкт-петербургского завода и она прям ногу хинк и тричит ну не помню назывался и она прям такая была как как тушь значит я такой думаю умный человек пришел домой у меня жена визажист я нашел кучу кистей просто в чудо кисти на выброс уже все женщин покрасили кисти не нужны я такой все кисточки на выброс нет нужны 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 набрал кисточек нашел здесь самую тоненькую кисточку да купил тушь тушь от ребята делают тоже не на спирту поэтому в общем то что же не покупать вот тут я умный человек посмотрел у меня на работе есть такие штуки называется перманентный вообще фломастер я не знаю как они себя будут вести сейчас мы будем пробовать самое главное чтобы они потом не выгорели вот эта краска которая стала но очень-очень такая вязкая я даже взял наждачку вот так чуть-чуть по ней прошелся потому что у нее были бугорки что под лаком под лаком под лаком она все равно будет будет нормальный цвет сейчас вот таким образом здесь потом я ранее обращал во внимание выводят всякие штуки от краски вот то есть я беру просто наждачку да и вот таким образом подтираем еще очень интересная техника если это все тонкие места вообще я позже покажу работу я вообще делаю ножом ножом можно даже я просто брал острый нож и штриховал то есть и можно ножом убирать тоже это прям сильно-сильно тонкие детали либо рисовать ножом прорисовывать там например захотели бы прорисовать глаз вы взяли ножом его просарафали ну как бы определенный навык но в общем это может получиться вот и сказать артефакты так значит не очень нравится потом сейчас будем пробовать абсолютно другую технику то есть основные поля мы заполнили теперь берем перманентный фломастер и очень аккуратно я не знаю как он будет себя вести на этом все он не выглядит до такой степени очень аккуратно закрашиваем белые пятнышки а также самое главное можно сделать то же самое что мы делали кисточкой можно прорисовать тонкие детали у наших единорогов ну такая же надо постараться это не совсем кисточка но при в общем-то попыточках это должно получиться вот таким образом то есть я рисую мелкие детали и рисую вот так делаю на можно вот прям такой вот что позволяет нам сделать вот такой урок вот такую я технику в общем придумал называется техника перманентного маркера имени дмитрия васильчева да так она и называется вот значит среди следствие долгих мучений мы решили мы решили делать не и не последний а такой раскрывающийся лавровый венок типа слава типа слава козерогам слава единорогам но поскольку я козерог это звучит в моих устах как слава козерогам вот ну то есть слава козерогам и единорогам для этого мы пошли в наш лавровый сад и набрали лавровых листов да ну ничего что это рябина это не рябина нет не рябина но это тоже благородное растение потом ну понял долго очень пытались так там всякая мазать тушью но это ерунда пальцы только измазать вот но но я когда говорю во многое во множественном лице я имею не только себя ввиду но и оператор ха 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 так и потом я решил сделать вот такой шаблончик да потом мы помним что он большой сделаю такой шаблончик и сейчас мы будем варить суп то есть больше готов крышка открывается получается вот такой круг и уже я начал я залез на стол вот и поскольку я сказал что это как очень быстро просто и красиво разрисовать ну свою дачу а тут уже кто-то может сказать что это не просто да и не быстро ну поскольку мы люди творческие и у нас аппетит приходит во время еды то мы решили в общем-то заняться вот этой штукой вот ну я считаю что обвести обвести шаблончики да это не так уж и сложно так взять обвести крышку от сковородки да и потом обвести шаблончики ну это просто я считаю вот поэтому мы делаем до конца я сейчас буду сюда смотреть потому что у нас получается а у нас получается если вообще я просто смотрю для того чтобы понять что внутренний загиб больше 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 как вообще лавровые листы лавровые листы они чередуются друг по другу друг по другу ну да да все остальное все остальное я думаю это художественный будет замысел долго долго если долго мучиться что то что нибудь получится значит получилась вот такая тема и сейчас перманентным маркером нарисуем нарисуем лишнее сотрем я надеюсь что не придется мне сейчас тут краской рисовать надеюсь что нет так ну начнем все таки с веточки наверное потому что веточка она так идет от ней крепятся листики да поздно что то придумать потому что мы приходим вот просто будет интересно как через несколько лет потому что все равно будет это будет все под лаком но это будет солнце как себя поведет рисунок потому что я вам чуть позже покажу некоторые рисунки которые сделаны морилкой они чуть-чуть 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 подвыцвели но это им придало даже ну скажем так свой какой-то колорит вот одна из работ сделанная в шестнадцатом году сделана она была за одну ночь ну буквально за 4 часа скорее всего а значит это лев алекс это сделано с помощью морилки морилки которая разводится водой то есть был старый стол там даже не хватило краящих наставил я сказал там своей дочке что сделаю ей какой-то рисунок положил ее спать значит сел и набросал льва алекса и здесь если поближе рассмотреть видно что очень много выцарапано просто ножом просто взял кисточку взял морилку где-то морилка потемнее где-то я а я взял по-моему три вида морилки взял три пробочки в одной пробочки налил темной морилки простой неразведенной во вторую чуть-чуть развел напополам а в третью вообще развел то есть ну и отсюда начали пристать контуры более темные видите там более светлое полутени ну как бы вот с помощью одной морилки чистой разведенной и чуть-чуть разведенной мы сделали такие вещи ну я сделал такую вещь ну и потом где было лишнее я просто взял нож который у меня был под ногой под рукой который у меня был под рукой и этим ножом высоропал все лишнее что мне мешало у меня даже по-моему наждачки не было я просто действовал ножом потом высоропал усики волосики и все это пустил под яхтный лак вот получилась такая веселая картинка ей уже два года оказывается ну так что можно творить и ну я не художник на самом деле я не художник просто ну есть большое желание украсить свою дачу также вот потом я буду в гараж я покажу сейчас мне пришлось его покрасить в один средств но какие-то периодические рисунки были очень интересные нарисованы здесь вот из адоб премьер я рисовал коня такого черного скачащего значит это техника была квадратиков рисуется берется на бумаге значит ну просто как сказать принт тканя разрисовываются квадратик потом квадратики такие только большие рисуются и все это по квадратикам переносит самый простой вариант с той стороны был дракон нарисован я тоже покажу Марик Мажинский рисовал в свое время дракон дышащий на колесо и колесо горит затем джиксер Сережа Денисов его немножко перерисовал привез красочки ему было интересно тоже фотографии покажу с той стороны Марик Мажинский нарисовал чужого такой чужой ну Марик умеет это делать потому что татуировщик очень хороший в общем нарисовал такого чужого просто черной краской ну очень красиво я подписал внизу доброго пути вот грибники которые шли вдоль дороги они всегда восхищались этими видами чужого и пожеланиями доброго пути то есть тоже можно так раскрасить свою дачу очень удачно я считаю но все эти фотки я потом покажу в плане видео сейчас мы будем лакировать наши ворота и так наши ворота покрытые на один раз лаком вот все равно остаются шишечки значит берем шкурочку помельче и взбиваем шишечки и теперь обмахиваем нашим яхтным лаком здесь у нас уритан алкидный ну вот наши ворота сейчас подсохнут и мы будем их вешать на место на наши красивые петли с вами был Дмитрий Васильевич подписывайтесь на наш канал я говорю наш потому что это канал мой и оператора делайте себе красивые дачи делайте себе красивые ворота делайте красоту во всем мире вперед вот и закончилась сказка господи какое счастье ебрасота капец ребят вот это он вот это я понимаю судьба а мог бы объективом в клипе как а 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 он еще работает ура ладно ребята будьте осторожны с проводами все покупайте себе рекордеры ну 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 а а а а и а смотри кто к нам пришел карина убежал пудель такой здоровый ладно еще раз карина орала пудель пришел карина вот не кричи еще минутку троих а и ты а и н и и а и и и и